Последние события на условной границе Азербайджана с Арменией, вызвавшие очередной политический кризис в Ереване, обрастают новыми подробностями и в первую очередь свидетельствуют об удручающем положении дел в вооруженных силах Армении. Драматическая ситуация в армянской армии предвещает новый трагический поворот в политической жизни Армении. После окончания Второй Карабахской войны деморализация личного состава, неуставные отношения, самоуправство, отсутствие единого командования, пораженческие настроения, охватившие и деградировавшие до уровня сомалийских пиратов и разбойничьих отрядов вооруженные силы Армении, подрывают возможность становления прочной системы региональной безопасности. Остатки армянской армии панически бегут, будучи не в силах не только обеспечить безопасность на своих границах, но и своими провокационными действиями сохраняют взрывоопасную ситуацию на линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана. Армянские солдаты бегут даже при появлении силуэтов азербайджанских солдат. Настолько велик страх. Последние видеосюжеты о ситуации на границе, в частности вокруг озера Горогель вблизи Лачинского коридора, красноречиво свидетельствуют о безнадежной ситуации в армянской армии. Некоторое время назад появилось еще одно фото, свидетельство царящего пораженческого духа в армянской армии. Заметив группу азербайджанских военнослужащих, продвигавшихся к опорной точке, армянские командиры бросили свой автомобиль марки УАЗ и отчаянно бежали со своих позиций. Армянские офицеры бросили на произвол судьбы не только своих солдат, но и доверенные им посты на границе. Если профессиональный кадровый военный, генерал Аршак Карапетян на протяжении года не смог добиться решительного перелома в сложившейся ситуации, то как обычному Сарасовце Усурину Попекяну с жалким опытом революционных баррикад удастся спасти неуправляемую толпу в мундирах, которую все еще по недоразумению называют армией несостоявшегося государства. Времена романтических революционных времен остались на страницах истории, когда армии создавались на полях сражений. Новое тысячелетие уготовило человечеству новую судьбу, как и новую методологию войн. В век гибридных интеллектуально-технологических войн одним порывом и самопожертвованием Родину не спасти. Здесь и троцкие с Будённым не помогут. Похоже, военно-политический кризис на линии пересечения войск будет лишь углубляться. И единственным спасением для Армении в данной ситуации могло бы стать безоговорочное исполнение акта о капитуляции от 10 ноября. Заполучив мир, спокойно вздохнуть, чтобы приступить к истинному государственному и армейскому строительству. Иначе Ереван по-прежнему будет погружен в перманентную смуту. Пашиняну не позавидуешь. Продолжение следует...